20.00 в Украине на интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. 20.00 в Украине на интере подробности. Екатерина Лысенко расскажет. Первое заседание в новом году. Законопроекты обсуждают старое. Закон о госбюджетах админ только сегодня показал, опубликовав приложение. На согласительном совете не годование. Это был инструмент тиска на депутатах, что они проголосовали 30.00. Но меньше с тем, я думаю, что в пятницу мы почуем, почему так стало, что 15 дней уряд анализовал додатки и не мог их оприлюднить. Спикер Гройсман уверяет, все правки есть и если не в бюджете, то в законах, принятых в ту же ночь на 20 декабря. Но тем не менее, теперь в парламенте будут сверять стенограмму с печатными документами. Так решили на согласительном совете. А вот сам согласительный совет предложили закрыть для прессы. Сергей Пашинский из Народного фронта хочет запретить снимать и фотографировать нардепов, когда те планируют повестку дня, чтобы, цитирую, не превращать заседание в дешевое шоу. Сказал об этом, когда все журналисты покинули зал, но могли слышать обсуждения в соседнем зале, благодаря аудиосистеме. Собственно, Пашинский предлагает оставить для СМИ только звук, аудиофиксацию. Сергей Владимирович, погарачивайся. Закрывать для прессы заседания не будут, но регламент для выступлений введут 3-5 минут. А вот начать предстоящую пленарную неделю предлагают с лишения мандатов нардепов-совместителей. Закрома, с Александром Валентиновичем Турчино, который 15 грудня был назначен секретарем Ради национальной безопасности. И последнее вопрос. У нас сколалася надзвичайная ситуация с пропуском шахтарей на работу шахты на территории, на наших украинских территориях, которые контрольны нашей владе. Поэтому есть прохождение, и завтра будет соответствующий депутатский запись, створить встречу между керевницами антитеррористической операции центра и депутатами, которые представляют Луганскую Донецкую область, для расследования этой ситуации. Но предложения, с чего начать парламентский год, несколько. И с надежды Савченко, и с реформирования судебной системы. В планах на неделю снять запрет на арест судей и доработать в тот же госбюджет. Принятые нормы обязуются до 15 февраля подправить и дописать. В пятницу традиционно ждут министров, и возможно будет отчет главы Нацбанка Гонтаревой. На счет Норд-Эпы не споткнутся, неделя покажет. Екатерина Лысенко, Максим Чеблин, подробности телеканал Интер. Неожиданный гость. В Украину прибыл один из богатейших американцев, мультимиллиардер Джордж Сорос. Зачем он пожаловал и с кем встречался, выяснял Алексей Пшумыский. Под завесой тайны. Визит одного из богатейших людей планеты в Украину держали в строжайшем секрете. Известно лишь, что Джордж Сорос остановился в этой гостинице в центре Киева, в президентском люксе, стоимостью более 10 тысяч евро в сутки. С самого утра здесь начали появляться автомобили Верховной Рады. О том, что он встречался с народными депутатами, лишь незначай упомянули на согласительном совете в парламенте. Якобы говорили о коррупции и реформах. Но эксперты уверены, речь шла о деньгах. Мы находимся в состоянии реального такого панического поиска денег. Инвестиции не приходят просто так в страну. Они приходят в страну, в которой есть серьезнейшие реформы. Инвестор не верит просто в сказки и в обычные разговоры. Инвестор хочет всегда видеть результаты. Незадолго до визита в Киев Сорос призвал МВФ и Евросоюз выделить Украине 50 миллиардов долларов. Не исключено, что именно от его встреч с украинскими политиками и будет зависеть решение фонда, предоставлять ли Украине очередной транш. В этом году мы бы теоретически должны получать 12,5 миллиардов долларов. Мы знаем позицию МВФ. Нужны реформы, которые, на жаль, пока что не проводятся. На жаль, этот бюджет не стал таким революционным, как ожидалось. Очевидно, что это какой-то компромиссный переходный вариант. Удастся ли правительству убедить американского богача, что реформы на самом деле идут – вопрос. Многие уверены, финансистам могут заинтересовать возможностью вкупить украинские долги евробонды. И не исключено, что именно об этом сейчас говорят в закрытых кабинетах. И о результатах этих встреч мы обязательно узнаем. Алексей Пшимыский, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Номерная реформа или очередной приступ коррупции в ГАИ прикрываются требованиями Евросоюза. Что это за требования и существуют ли они в природе? Подробнее Ольга Рыцарь. Вот они – 13 табличек образцов новых автомобильных евро-номеров. ГАИ планирует выдавать такие с 31 марта. Объясняют, это связано с необходимостью выполнения условий ассоциации и шаг к членству в ЕС. А было ли требование и действительно ли без звездочек на номерах путь в ЕС закрыт? Представительство ЕС в Украине ответило в Фейсбуке. В соглашении об ассоциации нет никаких норм относительно внешнего вида номеров. Даже в ЕС этот вопрос не урегулирован. Едина вимога, яка есть в ЕС, касается значка ЕС на синем фоне для стран-членов ЕС. Оскільки Украина не есть, мы только пытаемся стать членом ЕС, до нас никаких вимог относительно дизайна номерных знаков транспортных средств не существует. И тут сразу возникли подозрения. Под соусом евроинтеграции гаишники пытаются создать новую фирму-прокладку. Схемы уже накатанные и на них зарабатывают десятки миллионов гривен ежегодно, утверждает руководитель проекта «Наши гроши». Все очень просто. Обычный номер минимально изменяют, патентуют, а собственников патентов становятся неизвестные фирмы. Это было прошлым летом, разрезился скандал, после чего ГАИ быстро отказалась от частной фирмы и стала единственным собственником патента. Эта новая номерная логика была создана только для того, чтобы завести прокладку и чтобы заработать снова десятки миллионов гривен в приватном кишине. Оскільки теперь выявилось, что схема не пройшла, то сенсу это запускать, ну, как бы, нет. Еще с самого утра в госавтоинспекции обещали встретиться и ответить на все наши вопросы. Мы отправили запрос, но к вечеру ответа таки не дождались. А еще позже в ГАИ нам пообещали, все расскажут о необходимости в новых евро номерах, но только 14 января. Ждем до среды. Ольга Рыцарь, Иван Нерваков, подробности, телеканал Интер. Заветный паспорт, биометрический. Сегодня появились первые обладатели этого документа. Что он дает, сколько стоит и когда мы будем ездить в Шенген без виз, расскажет Ольга Теребинская. Очередь внутри, очередь на улице. Эти люди пришли получить новые биометрические паспорта, с которыми можно попасть в Европу без виз. В будущем. Думала, что я едино прийду сегодня, потому что все на работе, а тут аншлаг. Я надеюсь, что в травме месяце откроют безвизовый режим. И поедем по Европе, подивимся, как там люди живут, лучше нас или хуже нас. За биометрический паспорт придется заплатить 518 гривен и ждать 20 дней. Если документ нужен срочно, сверху еще почти 300 гривен. В миграционной службе говорят, прайс-лист не они сочинили. Все деньги, которые подходят при оформлении паспорта для выезда за кордон, они предпочены законом Украины про государственный бюджет на соответствующий рік. В Украине цена самого бланка с чипом 251 гривня. Также в стоимость биометрики входит оплата рабочего времени обслуживающего персонала. Это 267 гривен. Если же, например, решили обратиться не в миграционную службу, а на госпредприятие-посредник документ, придется еще доплатить. В общем, 768 гривен и те же 20 дней изготовления. И вот сегодня за новым паспортом с чипом пришла целая делегация. Активисты Евромайдана, волонтеры, журналисты, писатели, переселенцы, кинорежиссеры. Это команда, которая имеет право представлять Украину, сказал президент. Петр Порошенко тоже получил биометрику одним из первых. Глава государства надеется, что уже к лету сбудется мечта многих – ездить в Европу без виз. Этот паспорт является последним кроком, который Украина должна сделать для того, чтобы получить на саммите Схидного партнерства, я надеюсь, что это случится в месяце 2015 года в Ризе. Мы про это говорили позавчора с министром законодательных справ, что это вопрос будет вынесено на порядок денного саммита, и Украина получит безвизовый режим. Ольга Теревинская, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. В эти минуты в администрации президента заседает комиссия по отбору кандидатов на должность директора антикоррупционного бюро. Сегодня там дискутируют, и там же на Банковской находится Валентина Левицкая, от нее узнаем последние подробности. Валя, здравствуй, расскажи, о чем спорят. Валя, ты слышишь меня? К сожалению, у нас прерывается связь с Валей. Мы вернемся обязательно к ней буквально через несколько минут. Взяли за живое зама Ривненского губернатора Тараса Пустовита. Взяли при попытке получения 8 тысяч долларов. В милиции, говорят, в области была налажена схема получения нелегальной прибыли от перевозчиков. Те якобы платили дань чиновникам, которые в свою очередь обеспечивали победу на конкурсах по перевозке пассажиров. Пустовита задержали в момент передачи денег. Происходило все это в машине. Кто принес сумму? Посредник или сам перевозчик? Правоохранители не уточняют. Пустовит, напомню, занял пост зама губернатора в марте прошлого года. Тогда облгосадминистрацию возглавлял Сергей Рыбачко. И вот как отреагировал на задержание новый губернатор. Сегодня я подписал распоряджение правовое отстранение от выполнения обовисков и проведение службового расследования. И у нас уже есть на связи Валентина Левицкая. Она находится на Банковой, где соседает комиссия, которая будет отбирать кандидата на главного антикоррупционера Украины. Валя, слышишь меня? Если да, то скажи, о чем спорят сегодня на Банковой? Добрый вечер, Наталья. Сегодня весь вечер спорили о том, на каких условиях допускать иностранцев к конкурсу на должность главы антикоррупционного бюро Украины. Дело в том, что по закону эту должность может занимать только гражданин Украины. Но вот было принято общее политическое решение, чтобы допускать и иностранных граждан. И вот именно на каком этапе иностранцы должны отказаться от своего гражданства и принять украинское гражданство, вот это было предметом спора. Были очень разные предложения. Например, вот такое было жесткое предложение, чтобы иностранный гражданин уже на этапе подачи документов отказался от своего гражданства. И более мягкое предложение до того, чтобы он, подавая документы в конкурсную комиссию, просто подал заявление о ходатайстве о том, что он выражает желание принять украинское гражданство. И почему это важно, эти аргументы предлагаю послушать от одного из членов конкурсной комиссии. Понимая, какое огромное значение в Украине придается избранию независимого руководителя Национального антикоррупционного бюро, тот состав комиссии, который будет принимать объективное решение, мне кажется, для иностранцев нет ничего оскорбительного в том, что они будут принимать участие в конкурсе, где им до финального этапа надо отказаться от гражданства. И вот объясняя, почему именно к иностранцам вдруг такое пристальное внимание, члены конкурсной комиссии говорят о том, что хотят создать максимально широкие возможности для всех желающих граждан принять участие в этом конкурсе, чтобы отобрать наиболее достойного. Но вот в прессе уже появилась информация о том, что якобы на самом высоком уровне ведутся переговоры как минимум с двумя известными иностранцами. Это экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший федеральный прокурор США, американец украинского происхождения Богдан Витвицкий. Вот зато политологи считают, что борьбу с коррупцией в Украине следует начинать не с формирования новой какой-то структуры, которая только и будет заниматься тем, что бороться с коррупцией, а с других шагов и предлагаю послушать их мнение. Без судовой реформи и без реформи системной прокуратуры любая антикоррупционная деятельность будет не иметь смысла. Без судовой реформи метушня вокруг призначения главы Национального бюро антикоррупционных расследований перетвориться на кадровый конкурс на ЦАП «Видбувайло», на который потом навесят все причины, почему в Украине не происходит антикоррупционная деятельность. Я глубоко уверен, что в Украине достаточно органов, которые у повноважения борются против злочинности и коррупции, и если эти органы не способны эффективно выполнять свои повноважения, то у меня достаточно подстав сомневаться в том, что новостворенный орган будет ни чем не более эффективным, чем те, что уже существуют. И кроме того, члены конкурсной комиссии говорят о том, что в законе, который определяет деятельность антикоррупционного бюро Украины, есть множество противоречий, над которыми они также сегодня планируют поработать, с тем, чтобы передать президенту, а он уже свои предложения передаст в Верховную Раду. Так что заседание комиссии сейчас продолжается. Наталья. Заседание продолжается. Спасибо, Валя, Валентина Левицкая об избрании главы антикоррупционного бюро Украины. В эти минуты на оккупированную территорию на Донбассе теперь можно будет попасть только по спецпропуску, выехать оттуда тоже только с ним. Это поможет, так считают в СНБО, эффективнее бороться с контрабандой и терроризмом. Всего будет 7 пунктов пропуска. Вы сейчас увидите их на своих экранах. По направлению Луганск-Счастье-Новоайдар, Луганск-Станица-Луганская-Широкий, Фащевка-Дебальцево-Артемовск, Горловка-Артемовск-Донецк-Курахово, Донецк-Мариуполь через Волноваху и Новоазовск-Красноармейск-Толоковка-Мариуполь. Чтобы получить спецпропуск, нужно обозначить маршрут, предъявить паспорт и, главное, обосновать цель поездки. Пропустят человека только, если он проживает на оккупированной территории, владеет недвижимостью или там похоронены, либо есть тяжело больные родственники. На востоке в горячих точках постоянно работают несколько наших корреспондентов. Сейчас с нами на связи Руслан Смещук. Руслан, здравствуй. Где ты был сегодня? Какие новости? Наталья, сегодня мы работали в районе Донецкого аэропорта. Это сейчас самая горячая точка в зоне проведения антитеррористической операции. Уже вторые сутки там ведутся полномасштабные боевые действия. Сепаратисты пытаются выбить военных из аэропорта, атакуют также позиции силовиков в поселке Песке и Авдеевка, которые прикрывают защитников Донецкой воздушной гавани. Также достается от огня боевиков и гражданским. Снаряды и мины периодически взрываются в мирных кварталах, а сегодня от обстрела пострадал и Авдеевский коксохимический комбинат. Когда нас находят слухи, они сказали, что у них вчера закончилось перемирие. Стреляют в основном грады, минометы и САУшки. Нам удалось побывать на передовых позициях между Авдеевкой и поселком Спартак. Это уже пригороды Донецка. Более-менее безопасно. Туда добраться можно только на броне. Уже двое суток боевики этот опорный пункт, что называется, засыпают минами и снарядами. На моем посту, ну, ложили больше, мины ложились, ну, прилетали нас, там, ближе к посадке, получается, ложились. Пять-пять мины, вот она на данном поле. В основном часть мин, то что падала, частный сектор. Пока наша съемочная группа находилась там, вот все время мы слышали взрывы. И бойцы рассказали мне, что им все сложнее придерживаться перемирия в одностороннем порядке. Надоело терпеть, честно. В одну калитку, ребята. Если это перемирие, то он должен быть перемирием. Это стрел. Вот вы сами слышите. Это по нам, да? Когда мы уже возвращались с этих позиций, стали свидетелями, как одна из мин взорвалась во дворе частного дома метрах в двухстах от нас. Так что пришлось нажать на педаль газа посильнее и выбираться из сектора обстрела. Также еще хочу рассказать и о позитивных новостях. Сегодня мы увидели, как разблокируют дорогу Краматорск-Донецк. Еще летом боевики подорвали там железнодорожный мост. Так что вот всем приходилось делать большой крюк, объезжая завалы. С помощью крана-экскаватора происходит доочистка этой трассы. Я думаю, что сегодня, максимум завтра, эта трасса будет полноценно работать. Местные уже пользуются? Местные жители очень благодарят нас, хлопают ладоши и, соответственно, ездят без препятствий на ту сторону. Вот так освобожденные территории постепенно возвращаются, возрождаются к мирной жизни. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи. Ситуация в Донецкой области. Сейчас в эфире Мариуполь. Там находится Эльвина Сейдбулаева. Эля, здравствуй. Как сегодня обстановка в регионе? Да, Наташа, сегодня боевики 12 раз атаковали территорию под контролем украинским военным. Минометные обстрелы, грады и птуры посыпались недалеко от населенных пунктов Павла, Полегнутого, Сартана, Чермалык. В летитела Толоковка морским пехотинцам пришлось открыть ответ на огонь. Ночью обстрелы были, по одному из наших подразделений. Закончились праздники, начались праздники у сепаратистов. Они получили свежее вооружение, свежие боеприпасы. И вот сейчас они с удовольствием по нам их используют. Я вот тут уже 4 месяца, я уже могу как бы проследить, что как только приходит гуманитарный конву, всегда начинаются обстрелы. Это даже вот, ну тут даже гадалки не ходить. Местные жители всю ночь провели в страхе. Одни прятались в подвалах, другие не выходили из дома. Звуки тяжелых орудий были слышны целый день. Не знаем, что будет дальше. Мы вообще в шоке, все в шоке. Что делается? По чуть-чуть, так по чуть-чуть стреляли. Вот, а потом уже сильные как пошли. Ну вот, видно, я вышла во двор со стороны, вот оттуда как с этого. Потом. Первый раз оттуда, с Гнутовской стороны. Как вот это с Павлополя. А потом с Сартаны. Наши люди в деревне закаленные. И в доме надо, чтобы тепло было, и во дворе, чтобы все в порядке было. Вот это, наверное, дальняя артиллерия бьет. Град не так бьет. А как град бьет? Град часто бьет. Перерывы маленькие между взрывами. А это, вон, слышно. Одна из горячих точек остается село Гранитное. Именно там, недалеко от села, находятся позиции сил АТО. Их обстреливают постоянно. Боевики огонь ведут со стороны Старомаринска, Тельминова и Мичурина. Бьют прицельно. Вот результаты сегодняшних выстрелов. Туда, если дальше пойти, там есть еще поглубже. Это вот попадает минометный снаряд. Воронка в диаметре до полтора метра. Глубиной до метра. Разрывом насчитали по полю. Если вот так вот пройтись, 15 разрывов есть где-то. До укрепления позиций боевиков всего несколько километров. На первой линии огня военнослужащие 72-й бригады уже 4 месяца. Они соскучились по родным и надеются уже скоро вернуться. Кроме этого, военные за эти сутки зафиксировали 5 летальных аппаратов. Один из них уничтожили. Ситуация остается напряженной. Наташа, у меня все. Спасибо тебе, Эля. Эльвина Севбулаева была с нами на связи из Мариуполя. Артобстрелы, мародерство и кавказцы на улицах. Как всегда, с нами на связи по телефону жителей оккупированных Донецка и Луганска. Послушайте. Бьют безбожно по городу. И сейчас стоит грохот изо всех сил. Очень много разбитых домов. Есть травмы, есть раны. Стало махровым цветом расцветать мародерство на фоне всего этого. Мародерство в тех районах, которые наиболее подвержены обстрелам. Вплоть до того, что люди приходят проведать свои квартиры и наталкиваются на мародеров. Мародеры выходят с их добром из их же квартир. В районе Радакова ограды завезли. В районе Шабовки окапываются какие-то позиции. Это уже фактически на везде в Луганск. Зенитные установки, ставят какие-то пулеметы. По городу ходят слухи, что еще день, два, три, на этой неделе пойдем на вступление. Все разбегайтесь, спрячьтесь. Пойдем, короче, в Крымске войска выбивать и счастья. Как раз под Рождество и начался, усилился, можно сказать, артобстрел, который длится до сих пор. Среди военных, которых можно встретить в Донецке, конечно же, большинство славянской внешности. Но очень много у нас и кавказцев. Вероятнее всего, ну так вот люди говорят, что это чеченцы, ингуши. Пути урегулирования конфликта на Донбассе в эти минуты обсуждают в Берлине. Буквально час назад там началась встреча министров иностранных дел Нормандской четверки. Главные дипломаты Украины, Германии, Франции и России встречаются в неформальной обстановке. Беседуют не в МИДе, а в каминном зале Виллы Борсик на берегу Тегельского озера. Главная тема переговоров – подготовка саммита Нормандской четверки на высшем уровне. Планировалось, что он состоится 15 января в Астане, но позднее Меркель и Алан заявили, что поедут в столицу Казахстана только в том случае, если увидят прогресс. В частности, речь идет о выполнении России минских соглашений. Удастся ли дипломатам договориться о проведении саммита лидеров четверки в Астане, станет известно поздно ночью. Неделя, изменившая Францию. Во что выльется французам трагедия в Шарле-Бдо? Кому добавят очков, а кому проблем? Анализировала София Гордиенко. Братья Куаши, разойдившие обойму веселых карикатуристов, попали в сердце каждому здравомыслящему французу. Сегодня, после варварского убийства, вся страна задается вопросами, кто виноват и что делать, чтобы Францию не разорвало страхом и ненавистью. Шарле-Бдо высмеивали всех и вся, но больше других доставалось к политикам. Тем самым, которые вчера колонны прошли по центру Парижа, чтобы показать свобода слова, в том числе и возможность посмеяться над ними – приоритет. Над Оландом карикатуристы изрядно издевались. Президент давал повод. Но вчера он ничего не комментировал. Объятия с сотрудником Шарли-Бдо, врачом Патриком Пылу, оказались сильнее слов. Это Патрик Пылу, который по мобильному первым фактически рассказал Оланду, что произошло в редакции. В одной колонне шли непримиримые соперники – Нетаньяху и Аббас, да те же Оланди Саркази. Вот, наверное, посмеялись бы карикатуристы, шутили в толпе. А смеяться они умели всегда, даже когда несколько лет назад их редакцию подожгли после карикатуры на пророка Мухаммеда. В следующем же номере они опять отожгли. Вот ваш новый номер, называется Шарля-Бдо. Как вы думаете, мусульмане могут быть шокированы такой подачей? Конечно, могут. Все могут быть шокированы. Я тоже, когда прохожу мимо церкви, синагоги или мечети, могу быть шокирован теми глупостями, которые говорят внутри. Но это не повод бросать туда гранату, знаете ли. Это Шарп, главный редактор, и он был убит 7 января. Политики, журналисты, ученые пытаются выяснить, откуда в светской стране такой радикализм. Надо теперь понять и выяснить, были ли они уже рождены варварами, или это социум воспитал их таковыми. Первые дневные взгляды в сторону арабов пресек вот этот человек со слезами на глазах, характерной внешностью и фамилией Мерабе. Это родной брат застреленного полицейского, который защищал редакцию. Я хочу обратиться ко всем расистам, исламофобам и антисемитам. Нельзя смешивать экстремизм и мусульман. Дурость не имеет ни цвета, ни религии. Пока люди в замешательстве, политики тянут одеяло избирательских симбатий на себя. Марин Липен тут же начала намекать на отмену смертной казни. Саркази говорит об угрозах стране. И скорее всего, они вместе с пророком Мухаммедом станут героями нового номера Шарлебдо. Мы, выжившие, рисуем, вывешиваем карикатуры на стену, пытаемся выбрать обложку. В общем, все как всегда. Вся редакция, поселившаяся у коллег из газеты «Либерацион», готовит новый выпуск в среду. Тиражом один миллион экземпляров. И никакого траура. Здесь будут и рисунки их коллег, которые погибли 7 января. Они оставили свой след на земле, и, судя по карикатурам, уже прошлись и по небесам. Вот апостол Петр жалуется, что, мол, не успели попасть в рай. И все разрисовали. Понятно чем. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Гулять по-русски. Постновогодняя Москва лишилась одного из своих главных атрибутов. Какого и как все это связано с суицидальными наклонностями? Подробнее Данил Русаков. Он в Москве. Первый день рабочей недели 2015-го несказанно удивил москвичей. До работы они добирались быстро и без пробок. Как будто бы праздники и не кончались. Вовсе так выглядит карта загруженности дорог российской столицы сейчас. Показатель плотности автопотока всего один балл. Немногочисленными кругами с красными метками обозначены те участки, где заторы есть. Но в основном это окраины города. Центральная улица Тверская. Свободна как никогда. Еще в декабре тут были шестибальные пробки. Из-за плюсовой температуры почти весь снег растаял. Но грязную жижу даже не поленились убрать. А вот районы за Садовым кольцом похожи на весенний Магадан или Мурманск. Коммунальных служб там до сих пор нет. Праздуют еще, наверное. Вероятно и многие водители еще не отошли от бурных гуляний. Потому за руль рискнули сесть далеко не все. Не, я за руль бы сесть не рискнул. Здесь половина кто за рулем сидят бухие. Я бы сейчас села его за руль. Потому что достаточно неплохая погода. Но я опасаюсь пьяных водителей, которые спохнили. Ну а в ближайшее время ситуация с погодой ухудшится, прогнозируют синоптики. Уже этой ночью будет минус 9, а потом мокрый снег. Постпраздничная то ли похмелье, то ли эйфория продлятся еще как минимум неделю. Очередной всплеск народной активности все ждут 14 января, то есть на Старый Новый Год. Психологи говорят, продолжительные праздники богаты на рецидива. Один такой сегодня уже зафиксировали. Из-под стен Кремля, оттуда где могила неизвестного солдата, мужчину в сопровождении психиатров отвезли в отделение полиции. Сообщается, будто бы он хотел себя сжечь заживо. Зачем до сих пор неизвестно. Россия, несмотря на окончание новогодних каникул, все еще продолжает гулять. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Из жизни ушла Елена Образцова, месосопрано нашего века. Оперная певица скончалась на 76-м году жизни в Германии, куда в ноябре, по совету врачей, отложив гастроли, приехала ради климата. Образцова считалась лучшей исполнительницей партии «Кармен» в одноименной опере. В ее репертуаре почти 90 партий в классических и современных операх. Она любила и с легкостью исполняла народные песни, романсы и даже джаз. Особняк Януковича продан. Кто новый хозяин, об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Если вы обладаете информацией, сообщите нам. Интерпол спустя 10 месяцев объявил Януковича в розыск. Гранатометом по цистернам с газом. Кто хотел взорвать целый микрорайон в Халькове и что помешало? Сегодня ночью под мостом. Почему мэр Лондона переночевал на улице и кто составил ему кампанию? Фотография Виктора Януковича появилась сегодня на сайте Интерпола. Его объявили в международный розыск спустя 10 месяцев после соответствующего обращения Украины. Кроме Януковича вывесили и фото экс-премьера Азарова, бывшего министра финансов Юрия Колобова и экс-директора Укртелекома Георгия Дзекана. Глава МВД Аваков написал в Фейсбуке, что Интерпол заинтересовался также старшим сыном Януковича Александром, а также экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой, но на сайте организации информации о них пока нет. И сегодня же стало известно, у одного из элитных домов Януковича появился новый хозяин. Кто он и как особняк перешел в его собственность узнавала Татьяна Винникова. С нового года заработал публичный реестр недвижимости. Теперь в интернете каждый может узнать в том числе и адреса чиновников нынешних и прежних. И вот оказалось, частный дом беглеца Януковича в престижном районе Киева на Оболонской набережной еще осенью продали. Сделку оформила частный нотариус Алена Петрицкая. Известно тем, что обслуживала фирмы Межегорской группы. Новый хозяин апартаментов некто Артур Растамьян. Во сколько они ему обошлись пока неизвестно. Не на камеру охранники коттеджа рассказывают, дом строили для сына Януковича Александра. Эти коттеджи стоят миллионы долларов, но они один на один похожи. И вот Саша Янукович захотел отличиться от соседей и заказал ремонт фасада. Но пока суд доделал, пока это все тянулось, Александру Януковичу пришлось уже уезжать из Украины. Журналисты, давно расследующие эту историю, говорят, по документам к семье не придерешься. Сработали по серой схеме переоформления имущества, известно еще в слегких 90-х. И там очень длинная цепочка. Сначала особняк на набережной был оформлен на скандальную фирму «Дом лесника». Именно через нее Янукович присвоил себе 50 тысяч гектаров земли под свои охотничьи угодья. Потом дом переоформили на дочернюю фирму и так далее. В итоге дом перешел к Артуру Растамьяну. То ли это чистое совпадение, то ли нет. Но человек с такой же фамилией, разница только в одной букве, является соседом, а может и родственником, другому Растамьяну. Одному из членов закрытого охотничьего клуба Януковича. И вроде бы все по закону. И вот эти официальные документы подтверждают, элитный дом арестован не был. Мы обратились с запросом в Генеральную прокуратуру. Там нам пообещали ответить завтра. Татьяна Авинникова, Сергей Коваль, Владимир Санченко. Подробности телеканал Интер. В Харькове чуть не взлетел на воздух целый микрорайон. Кто этой ночью стрелял из гранатомета и куда попал снаряд? Подробнее Лидия Калинина. Харьков регион газ расположен на окраине города в промзоне. Несколько построек и большое хранилище. Десятки цистерн с газом. По-видимому, именно в них и целились нападавшие. По версии следствия, гранатомет находился в 300 метрах от забора. Причем таймер установили на определенное время. Снаряд попал в здание. Всего в метре от ближайшей цистерны. И чудом не разорвался. Когда охрана обходила свою территорию, нашла это место похудения. Зруйновано близко 40 сантиметров сцены. Мы пропускаем, что пострел был сделан в ночи. Пострадали их нет. В итоге небольшая дыра в стене и выбитое окно. На самом предприятии инцидент комментировать не хотят. Сотрудники, которые пришли утром на работу, даже не заметили никаких изменений. Как видите, все спокойно, тихо. Это было выходные. Мы все дома были, поэтому никто ничего не знает. Правоохранительные назвали инцидент диверсии. Расследовать дело будет СБУ. Версий пока две. Либо очередная попытка запугать харьковчан, либо сведение бизнес-счетов. В любом случае, если бы снаряд разорвался, или гранатомет все-таки попал в цистерны, последствия были бы куда масштабнее и трагичнее. Сотни метров от газохранилища. Жилые дома. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Мэр Лондона сегодня не спалось. Он ночевал на улице под вспышки фотокамер. Причем не один. Кто составил ему компанию и зачем это нужно Борису Джонсону, узнаем у Светланы Чернецкой. Она тоже ночевала в Лондоне. На куске картона в спальном мешке лондонский мэр ночевал прямо на улице. Нет, Бориса Джонсона не выгоняла из дому жена. Это в знак солидарности с бездомными ветеранами. Конечно же, такой благотворительный эксперимент здесь никого не удивит. Однажды под мостом ночевал даже принц Уильям. Причем температура тогда была минусовой, а в последние дни ниже ноля она не опускалась. Намного больше интереса вызывает соучастник Джонсона. Этот мужчина с бородой, с которым переночевал мэр, российский олигархи, британский медиамагнат Евгений Лебедев. Владелец газет Индепендент и Ивнин Стендер. Именно он стал инициатором акции. Вот теперь едет машина убирать улицы. Это город, который никогда не спит. Невероятно. Да, Лондон город, который никогда не спит. Что же значит такое в прямом смысле тесное сотрудничество? Борис Джонсон неоднократно обвинял Россию в финансировании сепаратистов на востоке Украины. Много шума наделала его статья о том, что решение британского музея отправить статую греческого бога на выставку в Россию, это, цитирую мэра, идиотизм. Именно из-за поведения Кремля на международной арене. А теперь еще и общие проекты Джонсона с сыном опального российского олигарха Александра Лебедева. Ну а для медиамагната же это ночное приключение, еще и хороший пиар. Раньше Индепендент не раз обвиняли в российской пропаганде. А дружба с мэром британской столицы, да еще и в благородных целях, это неплохая реклама его издательского бизнеса. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. В преддверии Оскара в Америке раздали золотые глобусы. За что награду получил Левиафан? Андрея Звягинцева покажут ли этот фильм в России? И в чем необычность нынешней красной дорожки? Расскажет Дмитрий Еловский, наш американский Сапкор. Золотой глобус еще называют предвестником Оскара. Ведь те, кто удостоился этой награды в январе, почти наверняка выйдут на сцену. И в феврале, когда призы будет вручать американская киноакадемия. В этом году звезды решили удивить папарацци и публику не только своими актерскими талантами и изысканными нарядами, но и поддержкой французских журналистов из Шарли Эбдо. Формы тут самые разные. Вот, например, у Джорджа Клуни и его супруги значки на ласкане пиджака и на сумочке с надписью «Я Шарли». И тут, кстати, самые внимательные критики разлетели, что смокинг-то Клуни на премию надел старый, еще свадебный. У актрисы Кэти Бейтс чехол для телефона с такой же надписью, у Холлен Мирон плакат. Но что касается самих наград, то тут внимание определенно стоит обратить на киноработу «Отречество», которая получила премию за лучший драматический фильм. Его снимали целых 12 лет с одними и теми же актерами, так что зритель видит реальное взросление главного героя, актера Элора Коутерна. Российский «Левиафан», как и прочие критики, получил награду за лучший фильм на иностранном языке. Любимый с европейских кинофестивалей Андрей Звягинцев снял актуальную ленту с жесткой критикой властей России, коррупции, живости священников и вседозволенности чиновников. Кино было создано при поддержке российского Минкульта, но сам Звягинцев был одним из тех, кто сразу осудил аннексию Крыма, а также антиукраинскую кампанию, которую развязали российские государственные СМИ. Вспомнить ли главные роли актера Алексея Серебрякова тоже вряд ли можно записать фанаты Кремля, ведь еще в 2012 году он эмигрировал в Канаду из-за роста социальной напряженности и несовлюдения самых простых гражданских прав в стране. В России показ ленты много раз откладывали, но теперь вроде решили, покажут ближе к Оскару в феврале. В Украине судьба фильма до сих пор под вопросом, но если его все-таки покажут, это будет способствовать пониманию между людьми в России и в Украине. Кино показывает ведь именно те беды путинской России, которых мало кто говорит с больших экранов. Дмитрий Ивовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok